Добрый день, это Якутия 24. Сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по эпидемиологической ситуации в Якутии на сегодняшний день. Елена Афраимовна, здравствуйте. Какова эпидемиологическая ситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день. Сегодня на 19 ноября у нас зарегистрировано новых 219 случаев. Наибольшее количество в городе Якутске – 122 случая. При этом зарегистрированы случаи в 29 районах нашей республики. Выявлены случаи от 1 до 7 в Мернинском районе. Хочется отметить, что у нас в период пандемии заболело уже свыше 17 600 человек. Из них практически свыше 50% уже излечились и находятся дома кто-то на реабилитации, кто-то уже вышел на работу. Мы говорим сегодня о том, что изменились правила у нас в понедельник. Мне бы хотелось еще раз повторить их. О том, что в заключении Роспотребнадзора вышли новые алгоритмы. И мы сегодня не берем анализы ПЦР у контактных лиц, если у них нет признаков ОРВИ или каких-либо простудных катаральных явлений. Хотелось бы еще акцентировать внимание на вчерашнем выступлении главы РФ Владимира Владимировича Путина, который объявил о том, что выплаты медицинским работникам будут продолжаться, но абсолютно в новом формате. Сегодня это будут выплаты как социальная выплата через фонд социального страхования. И они начинаются с 1 ноября. Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику. И мы сегодня начинаем прививочную кампанию, которая была поставлена у нас по требованиям Роспотребнадзора. 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники. Люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам. И нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий. Возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противопедемические. И мы призываем также беречь свое здоровье и своих близких, соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфицирующими средствами как собственных рук, так и поверхностей различных и общественных пространств. И, наверное, надо сказать, что сегодня население у нас в принципе дисциплинировано, но чтобы все-таки вы берегли своих близких и поменьше посещали не только массовые мероприятия, но и семейные контакты необходимо тоже избегать, потому что по аналитике мы сегодня видим, что наибольшее количество заболевших – это все-таки семейные контакты. Берегите себя, будьте здоровы. Это был традиционный брифинг оперативного штаба Республики в прямом эфире по эпидемиологической ситуации в Республике на сегодняшний день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егоров 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...